Приветствую тебя, Эльмира. Здравствуйте, Тара. Эльмира, сначала расскажи, пожалуйста, коротко об итогах вчерашнего дня. Ну, прежде чем я перейду к итогам вчерашнего дня, нужно отметить, что саммит стартует буквально через пару минут. Уже прибывают лидеры государства на открытие форума сегодняшнего дня. И вот сейчас мы видим, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь заходит в здание Конгресс-холла, где и состоится само мероприятие. Это один из крупнейших таких Конгресс-холлов на пространстве Центральной Азии. В ближайшие минуты ожидается прибытие президента Азербайджана Ильхам Алиева. Лидеры некоторых государств уже прибыли, в частности, Владимир Путин, президент Индии, премьер-министр Пакистана. И вот мы сейчас в ожидании того, что президент Азербайджан Ильхам Алиев также приедет в Конгресс-центр. Здесь вот мы видим вывешенные флаги всех стран-участниц, в том числе флаги Азербайджана. Как ты совершенно справедливо отметила, Азербайджан в текущем году принимает участие в саммитах в качестве почетного гостя по приглашению президента Узбекистана. Азербайджан присоединился к текущему саммиту. И вот нужно сказать, что его уже называют знаковым. Итогово в 2017 году такой и подобный саммит прошел в Астане. И тогда к нему присоединились шанхайская организация сотрудничества, присоединились Индия и Пакистан. Сейчас же на текущем саммите к ШОС присоединяется Иран. И также проводится обсуждение против Беларуси. Ну вот, мероприятие достаточно масштабное. И в целом, если говорить про ШОС, то это одна из крупнейших региональных организаций, которая объединяет очень много крупных и значимых держав. В частности, если говорить про Китай, то это вторая экономика мира. В целом, ШОС объединяет в себе практически половину населения планеты. И перспективы, которые открываются перед странами, достаточно серьезные, потому что здесь в первую очередь обсуждается экономическое взаимодействие. И в частности, диверсификация транспортных маршрутов, транспортных поставок. Это очень важно в текущее непростое геополитическое время. Но вот сегодня уже президент Азербайджан Ильхам Алиев успел провести встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. И действительно стороны обсудили двусторонние взаимоотношения, поддержку друг друга и предстоящую повестку встречи, адженду так называемую. И странам действительно есть о чем говорить, потому что мы прекрасно помним поддержку, которую оказал Пакистан Азербайджану в ходе 44-го дневной Отечественной войны. Вот сейчас мы видим кадры встречи президента Узбекистана с индийским лидером. Да, и вот такие встречи сегодня будут проводиться достаточно в расширенном формате, сегодня основной день форума. Если вчера были в основном двусторонние встречи, то сегодня ожидаются выступления участников. Вот мы видим, как президент Узбекистана замер в ожидании высокопоставленных гостей. И возвращаясь к теме обсуждений азербайджанского и пакистанского лидеров, также Шахбаз Шариф образил поддержку азербайджанов на справедливой позиции по всем событиям, которые касаются регионов. По частности, обсуждалась также недавняя эскалация на азербайджанно-армянской государственной границе. И пакистанский лидер выразил поддержку азербайджану в связи с контрнаступательными мерами, которые азербайджан провел в ответ на провокации Армении. Также выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих. Обсуждалось также предстоящее сотрудничество, развитие двусторонних отношений, в том числе и торгово-экономические перспективы. Опять же, именно экономическое сотрудничество, экономическое взаимодействие является основным для стран-участников ШОС. Если изначально ШОС задумывалась как такой оборонный блок, то сегодня это в основном именно платформа, которая подразумевает экономическое сотрудничество. И мы как раз отслеживаем те результаты, которые пытаются достичь. Накануне президент Азербайджан провел несколько встреч в том числе, в частности, с президентом Узбекистана Шабхаком Мерзиёевым, где также обсуждалось взаимное развитие торгового отношения двух стран. И узбекская страна ображает заинтересованность в тех транспортных, логистических проектах, которые реализует Азербайджан. Мы знаем, что Узбекистан уже транспортирует, экспортирует свои грузы, товары по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Это действительно транснациональный проект, который позволяет странам региона, странам, в частности, Южного Кавказа, и, как мы видим, и Центральная Азия выходить на турецкие и даже европейские рынки. Но вот помимо этого также обсуждалось, и я знаю, что эта тема вызывает достаточно серьезное внимание со стороны стран Центральной Азии и всего Тюркского мира, открытие Зенгизурского коридора. Его уже назвали коридором, который соединит весь Тюркский мир и проект, который позволит, в частности, Узбекистану увеличить свой экспортный потенциал и транспортировать свои грузы, свои товары с гораздо большей эффективностью и меньшими затратами. Помимо этого обсуждалось сотрудничество в различных сферах, с текстильной, с промышленной. И я напомню, что в ходе предыдущего визита президента Азербайджана, Альфа Малиева, в Узбекистан в июне текущего года стороны договорились увеличивать торгово-экономические возможности и довести их до 1 миллиарда долларов США. Это достаточно перспективный и амбициозный план, амбициозный проект. Но вот судя по тем шагам, которые стороны полномерно реализуют, можно говорить о том, что достичь этого все-таки удастся. Тогда же стороны подписали более 30 документов. В целом между Азербайджаном и Узбекистаном имеется более 130 соглашений о сотрудничестве в абсолютно разных направлениях. И вот в июне стороны также подписали декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве по различным направлениям. Это очень интересно, в том числе для Азербайджана, который видит особую перспективу сотрудничества со странами Центральной Азии. Странами действительно есть о чем договариваться. Знаем, что Узбекистан добывает газ. Если говорить о Казахстане, то это в основном нефть. И как раз таки это обсуждалось и в ходе переговоров с президентом Казахстана, с азербайджанским лидером и также с президентом Узбекистана. К слову говоря, накануне, на встрече лидеров Азербайджана и Узбекистана президент Хамали пригласил своего узбекского коллегу с визитом в Азербайджан, на что это приглашение было с удовольствием принято. Действительно можно отметить положительную динамику по развитию отношений двух государств, но это не единственная встреча, которая прошла вчера. Также азербайджанский лидер встретился с своим турецким коллегой, с Раджепом Тайпом Эрдоганом. Действительно, азербайджан и Турция достаточно высокий политический диалог, достаточно динамичный, и лидеры двух стран неоднократно встречались даже за текущий год. Это далеко не первая их встреча, но все равно стороны находят общие точки соприкосновения, и предметы для обсуждения, потому что сотрудничество с Турцией и Азербайджаном настолько многогранное, что всегда есть что обсудить, всегда есть в чем сверить часы. И вот в частности накануне говорилось также про поддержку, которую турецкая республика будет оказывать Азербайджану, особенно в свете последних провокаций на государственные границы Азербайджана и Армении. Турция неоднократно уже выражала свое отношение к подобным провокациям, являла о том, что они неприемлемы. И вот особенно такая поддержка имеет особое значение, учитывая Шушинскую декларацию, которую президенты двух стран подписали о военно-политическом сотрудничестве и ратифицировали парламенты двух стран. Также накануне прошла встреча с председателем Китайской народной республики Сутипином, и это очень интересно, потому что Китай – это вторая экономика мира, как я уже отмечала, и заинтересованность сотрудничества с Азербайджаном у Китая говорит о многом и о большой значимости, которую Азербайджан играет не только для нашего региона, но и, наверное, для всего мира, особенно в эти дни, когда полностью перекраивается геополитическая обстановка, полностью перестраиваются силовые центры мира. И поэтому здесь нужно говорить о точках соприкосновения, которые сегодня имеются у Китая и Азербайджана, в частности, это, безусловно, очень масштабный проект «Один пояс, один путь», который Азербайджан однозначно поддерживает, Азербайджан даже принимал участие на саммите, который был организован Китайской народной республикой в 2019 году. Действительно, очень много таких направлений, по которым будет расширяться сотрудничество. Наша съемочная группа будет следить сегодня за ходом саммита и передавать самую оперативную информацию. Ожидается выступление, как я уже говорила, некоторых лидеров. Будем отслеживать и постараемся передавать самые срочные новости. Благодарю, Эльмира. Я отмечу, что за заключительным днем саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС следит моя коллега Эльмира Масазаде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok